добрый день друзья добрый день и сегодня у нас очередной выпуск друг корни сегодня мы будем обсуждать только один вопрос это вопрос про белую и черную он звучал на наших семинарах он звучал в личных вопросах когда люди спрашивают вот у нас книгах особенно в первых трех часто упоминается белое и черное часто говорится о том что они сыграли очень большую роль в нашей жизни и они же играют очень большую роль в психике человека и вдруг в последующей книге в тоже в книге инфо дайон коллективное бессознательное они практически не встречаются и потом следующих тоже не будет куда они делись да и подходит ли это психотехническая база с которой мы с ними работали в дальнейшем для работы на более глубоких уровнях поэтому сегодня мы говорим о белой и черной что это такое чем едят если смотрите мы можем сразу подойти мы подходим шизы и мы подходим с научной точки зрения если мы подходим шизы мы говорим это две смерти с которыми мы встречались в подсознании людей если мы все-таки зайдем с более научной точки зрения то нашем подсознании существует всего два архетипа все остальное то что описано в психологии в психотерапии мы не встречали третья силовая часть мы ее никак не можем отнести к архетипу потому что она находится за пределами как бы мира человека психического мира человека именно психическом мире человека он делится на две части на белый и черный в принципе в даотских учениях так и есть они об этом и говорят то есть есть момент когда информация вот за текущий день принимается в наше тело и потом она сбрасывается с носителя с нашей оперативной памяти наше тело спит ночью да и мы пробуждаемся и у нас загружается информация на диск для того чтобы опять прожить следующий день и набрать нового жизненного опыта новой информации да вот этот цикл обмена информации встречает после тяжелого трудового дня и снимает нас информацию белая смерть и провожает нас в день из ночи черная смерть да то есть условно это так на самом деле вот этот цикл день-ночь ровно такой же цикл в психике это жизнь смерть только он в другой во времени точно также мы умираем и точно также мы рождаемся точно также нас встречает белая смерть и точно также нас провожает черная смерть в жизнь то есть одна нас провожает в жизни это черная и одна нас встречает из жизни это белое точно также из дня и точно также после ночи да это информационный обмен в психике человека но очень интересно что с этими архетипами можно взаимодействовать потому что они обладают сознанием они обладают достаточно высоким уровнем осознанности да то есть это наши структуры наши психические структуры которые обладают определенным определенной осознанностью в отличие кстати от лица человека в целом да он зачастую этой осознанности не обладает потому что все осталось психики а на физику как-то она не отразилась но такое бывает и очень часто но бывают люди которые действительно осознанны и физическом мире тоже психотехническая база с которой мы работали и взаимодействовали черное и белое на действительно очень сильная она уникальная действительно поначалу вот когда мы с этими архетипами столкнулись и обучались работать с психика это было но это был момент когда мы прорабатывали свой страх смерти он все-таки у нас очень сильный у каждого человека и приходило осознавание действительности действительно вечности бесконечности жизни бесконечности бытия и так далее а вообще была интересная самая первая встреча с белой и черной когда мы просто проживали на себе вот эти чувства мы ведь к смерти как относимся мы уже боимся да и поэтому когда например мы работали с человеком при смерти мы видели у них в подсознании смерти были активны они кружили они находились часто рядом с телом даже вот ты закрываешь глаза и просто видишь рядом с человеком вместе с инкарнационными дугами рядом находится смерти особенно белая так она вообще очень часто присутствует когда отжим информации начался при этом именно белая именно белая она вообще поначалу только у нас белая была она именно полевая на активной черная появилась позже гораздо позже ну черная уже появилась тогда когда мы физическим телом проживали этот контакт и осознавали этот контакт и белой черной белую мы видели очень задолго до того как мы с ними познакомились вот физически мы видели при умирающих людях мы видели что она отвечает за снятие информации и она потом куда-то провожает вот эту суть человеческую да а черная уже появилась значительно позже и они появились потом вот когда они появились с нами вместе они начали показывать нам определенные манипуляции в психике вот например мы начинали работать там с больным ребенком или с человеком вот они показывали на некоторых людях как будут в будущем события развиваться да и они показывали какие-то манипуляции там кружения одна половина они же познакомили нас с мигом да как устроен миг одна половина мига 2 половина мига как от на как психика делится по секторам как миг делится по секторам то есть по сути дела психика устроена все с мигом по одному принципу и вот эти вот вещи мы все описывали в книгах вы знаете это было сумасшедшее приключение в глубины подсознания просто именно сумасшедшие сумасшедшие мы с тобой рискнули туда окружающие нам говорили если вы это будете выдавать в прямой эфир с вами никто не будет здороваться на улице вас надо отправлять в дурку вы сумасшедшие вы не нормально и так далее нас успокаивал только один момент мы ну во-первых те вещи что они нам показывали потом мы видели это проявление материальном мире это одна тема а потом когда мы просто тупо вот наступил момент когда мы к ним обращаемся они стоят и они нам ничего не показывают а потом показывать делайте и мы вдруг начали в сознании делать те же манипуляции которые делали они мы вообще не понимали что мы делаем потому что логика не работает просто повторяли да как обезьяны просто только повторяли да и оказалось что это равно с этим повторением у нас и пошло осознавание того чего мы делаем постепенно и она работает благодаря им мы полностью разрисовали как устроена психика в книге инфодайвинг коллективное бессознательное и книги инфодайвинг знания полностью разрисованы все структуры психики что куда вращается где сознательный слой где коллективный слой неосознаваемый так называемый как эти структуры друг относительно друга устроены где ребро какие игры там разворачиваются где пустота и вот до пустоты до пустоты полностью весь все сектора психики нам провели показали белое черное это наши это есть у каждого человека то есть любой человек если он хоть захочет познакомиться со своими двумя подсознательными и надсознательными архетипами все-таки белое это более надсознательный архетип черный это более подсознательный архетип если человек с этими архетипами захочет познакомиться то он может это сделать. И это достаточно просто. И вот ребята, которые у нас опучались на семинарах, они нам писали о том, что, ну, во-первых, было страшно в первый раз познакомиться. А ведь это ты знакомишься с собой. Блин, страшно с собой познакомиться, да? Страшно погрузиться в себя. А вдруг там встретишь демона или черта. Ну, если ты такой, так ты такого и встретишь, да? А смерть вообще такая запретная тема. Она соединена со страхами. Туда не ходи. Да, туда не ходи. Она соединена с религиозными представлениями. А это, по сути дела, закрывается психикой, закрывается та информация, которая в ней есть. А это, прости, а это, по сути дела, то же самое, что туда не ходи, это то же самое, не надо, чтобы ночь была, не надо, чтобы день был. Это то же самое. А по сути дела, это в психике рождается и день, и ночь. Это в психике рождается информационный обмен. И смотрите, больше всего меня, конечно, возмутило, когда я прочитала о том, что современная психология отказывается от терминов надсознания и подсознания. Мы уже книги такие издаём, а современная психология склоняется к подходам по юнгу всё-таки и говорит, что у нас есть в психике только бессознательное. И все начали называть надсознательную часть и подсознательную часть. По сути дела, это день и ночь в психике. Вот люди день и ночь начали называть не день и ночь, а бессознательное. Ну, конечно, когда ты трупы днем и ночью, то у тебя все бессознательно, когда ты ни хрена не соображаешь. Но если ты все-таки посмотришь на это с точки зрения структуры, то ты понимаешь, что разные структуры. Более того, день у нас имеет время завтрака, время до 12, время с 12 до 3, а потом у нас там есть с 3 до 5, с 5 до 9, пошло. У нас тоже градирован. И под эти периоды у нас по-другому настраиваются и работают внутренние органы. У нас по-другому идет энергообмен. Мы по-другому настраиваемся на получение информации и на передачу информации. У нас есть свой биологический ритм и так далее. Это в проявленном мире. Но, блин, в сихте то же самое. И там точно так же есть сектора. И точно так же записывается информация. Свои полочки для записи. Свои полочки для снятия информации. Вот эти все вещи, они разрисованы в книгах. Начали разрисовывать. Мы плавно к этому подводили в коллективном бессознательном. Мы глубоко уже разрисовали в книге «Инфодайнг знания». И вообще полностью связки, все привязки с проявлением в физическом мире мы даем уже в «Инфодайнг знания». То есть мы вот эти этапы проходили. Но вот смотрите, при том, что мы-то кроме реальности считаем, что больше ничего не существует. Я имею в виду не нас, а людей, которые смотрят на психику и говорят, да, вы вообще какой-то хернёй занимаетесь. На самом деле у этой реальности есть глубинная психическая часть. И эта психическая часть устроена точно так же, по такому же образу и подобию, как и проявленная часть. И вот белая и чёрная часть, они имеют вот эти два архетипа. Я повторюсь, большего архетипов мы в психике не нашли, кроме силовой части. Об этом отдельно. Это мы посвятим вообще отдельный выпуск, потому что это охрененная часть глубин человеческих. Но архетипами мы можем называть только белую и чёрную смерть. Вот представьте, познакомиться со своей смертью это не для слабонервных. И в тот вечер, это было вечером, когда нас накрыло знакомство с белой и потом подтянулось чёрное. И когда мы обнимались, плакали, это был первый приход. И вот эта искренность, я помню, когда они искренне открылись за то, что мы начали с ними осознанно не прогонять их, знаете, когда там человек умирает и ты их прогоняешь, не забирай его, не забирай его. Мы же тоже такими тупыми были и гоняли эту смерть. На самом деле, когда ты с ней начинаешь взаимодействовать и говоришь по душам и благодаришь за то, что она делает. Такая искренняя благодарность возникала именно и поэтому благодарили. Просто искренняя благодарность, она возникала от этого тепла, которое исходило, как ни парадоксально, от смерти. И это тепло, по сути дела, то тепло, которое дает жизнь. А если мы посмотрим с глубин психики, именно это тепло есть зачатком жизни и это есть любовь. Искренне настоящая, открытая, та часть человеческой сути, которая вообще неизвестна очень огромному количеству людей, которая подменяется на секс, на какие-то проявления там непонятные. Так вот, чтобы понять, что такое любовь, надо познакомиться со смертью. Она там. Она там. Они вот реально, вот эти вот моменты проживания, этого тепла, этой искренности. Там мы именно, мы искренне и чистые, вот именно искренне и чистые, настоящие, вот там именно мы настоящие, наша настоящая суть. Наша настоящая суть. Искренняя человеческая, осознанная суть. И вот это взаимодействие и потом обучение, они просто нас начали учить тому, что делали сами. Они нас учили, как снять с человека одну информацию и записать другую информацию. То есть, как снять, ведь прийти и в подсознание там зайти, ой, я вижу глюк, я его сейчас удалю или там еще что-то сделаю, и оно все будет так. Ну ты сделал, оно потом снова появилось. Это как играть с солнечными зайчиками. В психике очень много переотражений, и ты не знаешь, это реальное переотражение или это зазеркальное переотражение. Это блики. И вот этих бликов очень много. Ты с болезнью работаешь, и поначалу так и было. Ты делаешь человеку временное улучшение, а потом раз назад возвращается. Вот когда мы с этими бликами начали разбираться, а где же все-таки первоисточник информации о болезни, а он отказывается все-таки в глубине, в пустоте, но на уровне надсознания и подсознания его можно убрать, и это процентов на 80, процентов на 80 можно человека вытолкнуть в здоровую жизнь, но на 20 процентов останется решение человека жить ему в здоровье и счастье или вернуться назад. И в принципе, вот эти вот 80 процентов нас полностью обучали черное и белое. Мы очень много вещей описали в книгах. Здесь даже начало вот этой нашей черной книжки «Инфодайвинг» подсознания начинается с того, помнишь, как она предсказала одной известной даме, показала там работу с одной известной дамой? Помню. Блин, мы тогда были в шоке, они просто нам показали, показали, они нам показали, как работает психика и почему люди заканчивают жизнь самоубийством. И они полностью это развернули. И в конце я узнала, на ком они нам показывают. И Ирине говорю, может, это же известный человек, может, ему там написать, позвонить. Ирина говорит, ты чокнутая, ну что ты ей сейчас позвонишь и скажешь, что у тебя в будущем по плану покончить жизнь самоубийством. Вот это было очень жестко. Вот смотрите, вот так скажи человеку, да? И потом это свершается, да? И что будут говорить? А видишь, скажи человеку, в нашем опыте, в нашей практике есть, когда мы осознанно выдавали информацию, зная, что если это дойдет до человека, то человек останется в живых. А если не дойдет, то вот у него будут неприятности в жизни. Было такое. И мы специально вкидывали информацию, и мы шли на то, что о нас будут говорить, что мы козлы. На свой страх и риск, да? Что мы козлы, что мы не угадали, там и так далее. Потому что на самом деле это действительно так работает. Если человек, он в нем осознанность, да? И у него поступает эта информация. Ведь на самом деле, получив эту информацию, что мы делаем сразу? И допустим, нам не нравится, мы ее сразу отбрасываем. Нет, 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 это там страх, начинает включаться страх или начинает включаться агрессия, злость, да? И на самом деле это, ну, оно все равно произойдет тогда. А если человек осознает информацию полученную, да? Он просто меняет. Он просто меняет свое... Он осознанно следит, чтобы повести по-другому себя. Свою реакцию. Поведение, вот. Осознанно меняет свое поведение, отношение к жизни, допустим, ну, я просто буду говорить сейчас к жизни. И у него действительно меняется жизнь, у него меняется направление внимания. А вот смотри, вот даже как пример, у нас были случаи, когда мы давали такой прогноз для людей, да? зная, что они посмотрят нас, и действительно у них все хорошо. И у нас был прогноз, когда мы просто на семинаре сказали, что вот там у известных людей там будет это, это, это. И вот прошло время ровненько, то есть до них эта информация не дошла. И ровненько произошло то, что мы говорили, нам даже семинаристы написали, смотрите, вы тогда говорили. И вот оно. И вот оно. То есть, озвучивая информацию вслух, ты даешь человеку шанс. Возможность. Возможность. Да, на самом деле. А не озвучивая эту информацию, ты не даешь человеку шанса. Но при этом, если смотреть с точки зрения бизнеса, то это наносит урон нашей репутации и так далее. Поэтому мы такие вещи сейчас не очень-то стараемся делать. Просто стараемся игнорить и все. То, что знаешь, то знаешь. Парадокс, да? Да, парадокс. Везде парадокс. Как ни возьмешь, это поле парадокса. Так вот, если вернуться к белой и черной, к технической базе, к психотехнической базе, это действительно одна из самых сильных психотехнических баз по перепрограммированию надсознания и подсознания человека. То есть, это готовые инструкции, манипуляции, как работать с информацией, как ее стирать и как ее записывать новую. Но это эффективность на 80%. Потому что, если вы возьмете бублик, то вот края бублика, разделенные на белую, черную, да, часть, вот с этим можно работать с тестом. А внутри находится пустота. По сути, это 80% это вот подготовка к той пустоте. Это подготовка к пустоте. Потому что в пустоту... Парадокс, да? Подготовка к пустоте. Да. Такой парадокс. А на самом деле... И, кстати, как мы с черной простились и с белой. Белая нас отправила с черной, а черная нас довела до... Это было в мозге человека, да? Была точка в мозге человека. Она показала, как выглядела, как орган, настроечные струны, как полностью настраиваются струны у человека. Показала вот этот черный кабинет пустоту и попрощалась. Показала, что у нее туда дороги нет. Дальше вы пойдете сами. Да. Да. И вот это действительно был очень большой отрезок жизни, когда мы исследовали надсознание и подсознание. Но есть дырка от бублика. И вот в этой дырке от бублика мы сидим сейчас. Это глубина, да? И вот эта дырка от бублика, кстати, коллективная, бессознательная относится как к надсознанию, так и к подсознанию. Это не дырка от бублика. Дырка от бублика это индивидуальная. Это глубина и пустота. И пустота, да. И кажется, что там нет информации. что там нет смерти. А смерти там действительно нет. Там нет архетипов смерти. Но при этом информация есть. Но там есть вся информация. И вы знаете, здесь тоже работает парадокс. Пустота – это о личном. потому что суть человека там в пустоте. Но при этом вот эта вот индивидуальная пустота, когда мы в нее начинаем уходить под решение конкретной болезни. Вот это, кстати, это был один из нонсенсов, который мы не могли сразу даже понять. То есть там, вот на этих глубинах, у тебя не работают каналы восприятия. Если ты видишь, то ты видишь какой-то образ, у тебя там запах, вкус, там вот это все выключено, у тебя там видение, слышание, они как бы выключены, ну, может прийти какая-то картинка, но она не сопровождается информацией, о чем это. Вот. И там очень тяжело что-то интерпретировать. И помнишь, как ты ушла на большую глубину? Это я сейчас вот про последнее наше изыскание, когда ты начала просто нести и говоришь чушь и погнала там. Чушь, 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 чушь. Причем мы работали с конкретным персонажем, с конкретным человеком, с тяжелым заболеванием молодым человеком. И когда мы уходили в глубину, раз мы с него перескакиваем на его мать, а с его матери мы уходим хрен знает куда, но мы понимаем, это все живые персонажи, предки его, да, и мы по этим персонажам куда-то уходим и там картинка, картинка, и их связать в кучу невозможно. Это хаос, органы восприятия не работают, логика не работает, разум не работает, все выключено. И мы тогда вдвоем грузились одновременно, потому что надо было, чтобы обе были на глубине, с двух сторон заходили. И вот в этой вот, в этом хаосе, по сути, в деле в хаосе, мы вдруг видим крючок и одна фиксирующая картинка. Да. И мы, вот, а что сделать с этой картинкой? А хрен его знает, у тебя ж мозги не работают. Ну, в общем, чего умели, то и сделали. Да. и оттуда пошла энергия. И вдруг тогда оказалось, что вот в этом вот индивидуальном, да, полностью, полностью вся информация, которая касается физического тела, которая получена от мамы, от бабушки, от прабабушки, по женской линии. Да, да. И все по женской линии. И вот, когда мы вот эту часть тряханули, мы поняли, что заболевания детей, неважно, ребенку 50 лет или 12, или год, полностью формируются в психике матери. И только заболевания. И не только заболевания. И основные сюжеты жизненные. По сути дела, жизнь ребенка формируется в психике матери. не только физическое тело, но и вся жизнь. А играет в нее ребенок. И когда ребенок играет, у него формируются определенные точки в психике, которые разворачивают ответные сценические сюжеты матери. Тогда скажите, какая роль отца? Роль отца большая. На самом деле, отец активирует эти все сюжеты, которые будут проживаться в жизни. То есть, по сути дела, отец активирует вот в этом невероятном объеме информации именно ту информацию, которая будет прожита в дальнейшем в течение всей жизни. В автоматическом режиме. Одна оговорка. Да. Раздувает. Раздувает. Раздувает пламя жизни. И, в принципе, и долголетие жизни, и все определяется, насколько отец не дул. Долголетие. Но это так. Это так. В глубинах получается роль матери и отца очень интересна. И вот там индивидуальность, она именно связана с физическим телом. И мы, когда вышли, я помню, вот это состояние, мы вышли такие прибалдевшие, а мы же идем с восприятия больного человека, да? А это, ну, как с изнанки заходишь. И логики нет, разума нет, аналитической обработки никакой информации нет. Ты натаскал, ну, благо говорил вслух, что-то смог где-то пометить, записать, что-то запомнить, накорябать, да? Но это опять-таки обрывки такие несвязанные. И я помню, я начинаю говорить мужу, а муж так смотрит, говорит, так, слушай, ты говоришь банальные вещи. Я ему даже пытаюсь разрисовать, куда мы уходили. Он говорит, это банальные вещи, говорит, но есть у человека ДНК, оно содержит всю информацию. Вы конкретно ушли в ДНК, в наследственность там и так далее. И начинает разворачивать это с позиции физического тела. И я понимаю, что он в данном контексте прав, вот, потому что мы видели оборотную сторону, психическую сторону физического тела. Именно вот в этих глубинах, не психику, как вот, как диск, как отражение, а мы видели, как точку отражения, ядра, ядра болезни, ядра жизни, ядра. И это, конечно, были такие вещи. Но нам понравилось, мы там сидим, потому что буквально в тот же день, через два часа, этот молодой человек нам написал, что у него резко начали прибавляться силы. Да, он написал, да. Сразу обратная связь была. Причем он же не знал, что мы с ним поработали, он не знал, а вот именно спустя два часа он пишет, что у него силы. Пошли силы, а мы видели, что энергия пошла, ресурс пошел, и вот оттуда дернули. А еще вот на тех глубинах стало очевидно, ребят, вот мы сейчас скажем очень жесткую штуку. Наверное, мы все-таки наносим удар по рынку экстрасенсорики и психотерапии, но давайте все-таки смотреть честно в глаза людям. Мы же не будем плевать в свой собственный колодец. Мы будем делать так, чтобы наши дети были здоровы, и мы были здоровы. Если мы что-то делаем другому человеку, мы осознаем, что мы не наносим вред. Вот с этих глубин становится очевидным, что регрессом, расстановками и так далее заниматься нельзя. Правда, нельзя. Категорически табу. Усугубляют. Если вы хотите быть здоровым, если вы не хотите наполнить свою жизнь канализацией, этим заниматься нельзя. Как ни парадоксально, все расстановочки, все регрессы, они, казалось бы, они же очищают, они усугубляют. Именно усугубляют и еще, мало того, уводят сознание. Уводят сознание в другие игры. Разворачивают. Ну, если мы возьмем терминологию ДНК, но на этом уровне не ДНК. ДНК-то про физическое тело, а это про отражение в психике физического тела. вот в этих именно ядра, вот там, в этой ядерной части, все, что касается регресса, это открывание доступов к информации, которая не должна была развернуться в этой жизни. И эта информация, опять-таки, неосознаваемая, и она, как правило, низкочастотная. То есть человек уходит решать проблему, он уходит на этой частоте, и он зарывается. И он еще больше проблем подтягивает. Как буксующая машина. Вот она засела в песке, и все, она начинает закапываться, закапываться, закапываться. Вам надо его вытянуть, да, а вместо того, чтобы вытянуть, через регресс вы закапываете человека. И вытянуться уже будет практически нереально. То есть кажется, что, ой, колесики крутятся, и она выедет сама, не выедет сама. Уже дальше она сама не выедет. Уже дальше ни психотерапевт, ни кто не поможет. И вот эти вот все вещи, связанные с уходом в прошлое, это конкретно вещи, которые наносят вред. В прошлое дальше уровня матери заходить не имеет смысла. Мать и все. Мать и все. Только мать. И стоп. И работа с матерью. Потому что, ну, здесь тогда надо рассказывать про трехточечную систему, как наша гусеница ползет, как мы в развитии идем все-таки, да. Так вот, если брать шаг назад, два шага вперед, шаг назад, два шага вперед. У нас работает такая система развития у человека, трехточечная. И когда мы начинаем рассматривать ну вот из глубины моменты, связанные с регрессом, и заход далее, чем за мать, то это уже два шага назад. То есть у вас тогда движения вперед нет. И потом опять два шага назад. То есть у вас вы развернулись, идете в деградацию. Если на уровень матери, то игра разворачивается. Мать-ребенок. В дальнейшем мать умирает, смещается снова мать-ребенок, мать-ребенок. И вот гусеница ползет вперед. При этом вот очень интересно все, что связано именно с физическим телом здесь очень важную роль играет, то есть это коллективная информация именно по физическому телу. Коллективная, хотя при этом там содержится индивидуальность. Блин. Вот везде парадоксы, везде переотражение. Очень тяжело говорить. Мы говорим о том, что тело вот здесь, оно индивидуальное, но при этом оно полностью сборка из коллективного конвейера. И когда мы делаем, начинаем развивать индивидуальность психическую человека, да, то получается, что опять-таки психическая индивидуальность это уход от коллективного конвейера. Даже сложно. Здесь даже объяснять сложно, потому что восприятие другое. Это похоже на сумасшествие на самом деле, хотя здесь абсолютная логика и разум работает. Даже здесь парадокс. Да, даже здесь парадокс. И поэтому вот, но зато с этих вот глубин ты четко видишь, что у каждой болезни есть одна, единственная причина. Одна. А потом на нее навешивается, как на струну, повторяющиеся сюжеты. Повторяющиеся, 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 и уже получается виноградная гроздь. И в конце концов в какой-то момент тело, оно уже больше, очень много держит на себе. И в какой-то момент оно уже больше не выдерживает эту виноградную гроздь за спиной. И начинается пробой в теле и начинается развитие заболевания. То есть формируется после этого ядро на переотражении и пошло развитие заболевания. Но это ядро, оно предопределено еще у матери. Да. В психике. У матери есть информация о всех болезнях ее детей. Парадокс. Парадокс. Смотрите, парадокс даже в том, что то, что мы считаем шизой и наука. И вот мы считаем шиза есть, есть наука. и при этом наука с огромной периодической периодичностью. Она то, что мы считали ранее шизой, она начинает доказывать, что это существует. И при этом остается все на шиза. И вот этот другой, другая шиза. И вот этот парадокс на самом деле очень интересный. И тогда можно считать, что сумасшествие и то, что мы считаем не сумасшествием, наука и шиза. Меняются местами, да. То есть получается наука это ребенок по сравнению с развивающейся ребенком, а шиза это родитель. Да. И переотражение работает именно так. Ребенок родитель. И так в каждом поколении. И так в каждой информационной перезаписи. То есть одновременно информация пишется с расчетом, что у ребенка есть родитель, и ребенок будет родителем, и у него будет ребенок. И по шагам будет развитие. И в принципе вот то, что мы говорим, это не противоречит логике, вы это видите в жизни и так далее. Но именно в подсознании это выглядит абсолютно неприемлемым, потому что нам кажется, ну вот есть человек, у него есть физическое тело, да, у него есть там какая-то генетика, предрасположенности и так далее. Это уже наука доказала, замечу. Но на каком-то этапе это тоже было шизой, да, ну как это, все же одинаково, у всех есть руки, у всех есть ноги. Какая тут предрасположенность? То есть это то, что получилось в сети предрасположенности из коллективного. Но при этом, но при этом именно индивидуальность человека, она определена в его матери, то есть за его пределами и в то же самое время все его болезни определены в его матери и развернуты его отцом за его пределами. И казалось бы, это вообще сумасшествие, то, что мы сейчас говорим. И при этом это не сумасшествие, когда ты осознаешь, что именно ты смотришь с восприятия ребенка и с восприятия ребенка и мать, и отец это субъекты его психики. И поэтому в его реальность она заведомо включает их как персонажей, созданных ребенком. То есть ребенок создал персонажа матери и персонажа отца для того, чтобы играть вот в эту болезнь и так далее, но разместил свои заболевания, свои ядра вот конкретно по этим персонажам. Как кукушка разкидала яйца. Нет, это реально сумасшедшие вещи. Но на самом деле у нас даже в книгах, я не помню сейчас какой, мы описываем то, что свою жизнь, свою жизнь, вот эту, которую мы сейчас проживаем, мы ее, именно мы, грубо говоря, соткали ДНК себе на эту жизнь. Да. Вот. То есть получается, что чем глубже мы уходим в себя, тем больше осознания себя одного. Все остальное это отражение, это персонажи, которых мы создаем для того, чтобы отразиться самим в себе и играть. И первичный тоннель вот этот вот игровой возникает между двух меркаб. В центре меркаб образуются два диска. два тетраэдра в центре меркаба два тетраэдра двигаются навстречу друг другу, да, и в центре возникает вот это игровое поле между двумя дисками. Вот об этом мы сейчас и говорим, да, точка разворачивается в один диск, вторая точка в другой диск, и они двигаются, и пересечение, вот оно, игровое поле. Если вам интересны картинки, красивые, посмотрите на очень больших размерах те же самые звезды, взрывы сверхновых, галактики там и так далее, все вот то, о чем мы говорим, все там есть на картинках. Мы в книге специальное сопровождение вставляем, чтобы не придумывать картинки, и самим берем из космоса, потому что все идет по подобию. То есть это просто больший размах в человеческом теле. Это один вариант, но галактика это другой вариант, и все устраивается по подобию. картинки будут идентичны, идентично перезаписывается запись, вот эти все поглощения, черные дыры и так далее. Очень интересный момент, когда мы наблюдаем, мы эти же вещи видим в психике. И вот эти соединения, которые кажутся нелогичными, которые не поддаются разумной обработке, но когда ты видишь и берешь по подобию, и по подобию используешь моменты перезаписи, информация не работает. и информация перезаписывается по подобию. Психика это как огромный космос. По сути дела весь космос рожден нашей психикой. Весь космос находится в нашей психике. И здесь кроется парадокс. И здесь именно как то, что мы все уже начали замечать люди, что то, что было в фантастических книжках, оно реализуется. Стоит задуматься. сознание творит все, абсолютно все производное сознание. материю нельзя отделить от сознания человека. Именно человека нельзя отделить, потому что вся материя создается сознанием человека. А мы в каждом человеке видим свое зеркальное отражение. И первичный вот этот круг, особенно мать, особенно мать, это самое ценное в жизни человека. Мать и отец. Мать. Потом отец. Но отец очень, очень большую роль играет. Отец разворачивает сюжетную линию, а миры, которые подтягиваются, ну, для примера возьмем. Вот, например, один и тот же отец. У отца частота такая, что он будет разворачивать игры, что он будет растить там больного ребенка. Вот с этой женщиной. Да. И если он будет менять женщину, этот же отец, у него, он может жениться на этой, но у этой будет мир, например, что у ребенка будет ДЦП. А с другой, а у этой будет мир ребенка, что будет умственное отставание. А у этого, что ребенок там где-то упадет и покалечится и будет там с травмой позвоночника инвалидом. А у этой, то есть частота единая, а проявление, вот именно сам мир дает женщина, активирует мужчина. Ну, это вот так банально, когда начинаешь смотреть вот эти вещи, как работает инь-янь, как работают активации, именно это из пустоты. Взгляд из пустоты. Вот с этих глубин, где кажется, что абсолютный хаос, где получить информацию крайне сложно, потому что у тебя выключаются каналы восприятия, но при этом все-таки информация идет и потом ты ее достаешь оттуда. Ну, мы все сразу в эксперименты переводим, мы все пробуем. И это результативная часть нашей работы, особенно последнее наше изыскание. Они, конечно, конечно, мы не можем работать по многим вопросам, мы не можем работать, иметь много консультаций в день. Нет, это исключено, потому что работа на больших глубинах. Но в то же самое время интерес горит, и мы все равно проверяем, пробуем, смотрим. Именно интерес ключевой, интерес горит. А если мы поставим интерес вторичным и будем брать много консультаций, и мы просто износим себя, и просто пропадет интерес, он перегорит. Перегорит интерес, да. Поэтому все должно быть в разуме, да, в здравом разуме. Поэтому белое и черное у нас остались на работу с подсознанием, надсознанием. Все, что касается пустотной части, мы еще эту тему особо не разворачивали, чуть-чуть иногда вкидываем, потому что сюда надо подготовить человека войти. Это зона индивидуальности, да, все-таки. И сюда человек должен прийти сам. Потому что если мы начнем этому учить, вот мы уже думали на эту тему, мы начнем этому учить, а как, чему учить человеку, чтобы он стал самим собой? Да, да. А если... Парадокс, да? А парадокс в том, что он сам собой не станет, а будет автоматом, если мы его просто... Ну, это автоматические реакции на работать, ему, ну, то есть мы устанавливаем программу, получается. Это не то. Человек должен сам, сам, однозначно прийти к самому себе сам. Путь проложен и в курсах, и в книгах. Мы все это описываем, мы все доносим, мы стараемся показать вот все до моментов, как информация в человека входит, как у него срабатывает реакция, как включаются эмоции, в зависимости от этого он разворачивает свое сознание, наружу или внутрь. Опять-таки, были вы все эти реакции человека и так далее. Мы все это описываем, мы все это рассказываем, да. Сможет ли человек это применить в жизни? Вот, я не знаю, мы сегодня с тобой очень глубоко висели, и у меня был такой момент, мне бы хотелось дожить еще плюс 100 лет, чтобы посмотреть, как общество будет относиться к нашим книгам и как они войдут в жизнь общества. Хочу. 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 Дело в том, что мы понимаем, насколько тяжело воспринять то, что мы говорим, с позиции 2021 года. Как тяжело это воспринять с позиции современной медицины, когда человек, человеку легче поверить в действие таблетки, в действие укола, чем в то, что он сам решает, как будет на него действовать эта таблетка или этот укол. И она будет действовать по-разному, если он будет решать. поэтому у людей есть разные лекарства на таблетке, у кого-то аллергия, раздражение, у кого-то суперэффект, просто вау, а у кого-то ноль вообще никак не среагировал. Вот это, кстати, плацебо. Нет, как это, дай человеку кальций, простой кальций, допустим, и скажи, что это суперлекарство, оно сработает у него. Эффект плацебо, да, из-за той же бочки налегается. Да, да. То есть, вот эти все моменты, при этом мы осознаем, что, наверное, наверное, рано они приходят в общество, но они должны приходить. Постепенно они должны приходить, и человек должен прийти к тому, чтобы хотя бы вот на этапе, в ближайшие 10 лет, общество начало просыпаться и перестало так жестко убивать самих себя. То есть, гробить окружающий мир, гробить тоже много, гробить физическое тело. Потому что, когда в физическом теле уже идет нарушение информации на глубинных уровнях, то дальше будет стоять вопрос о смене цивилизации. Быстрее, быстрее, быстрее. У меня такое чувство, что 10 лет и сказала, мне прямо отозвалось, надо раньше, надо раньше. Потому что, на самом деле, оно уже, уже вот, оно просто подходит к тому, что надо раз и проснуться. Надо проснуться, осознать, что, что бы мы ни делали, у нас абсолютно у каждого человека своя реальность. И то, как мы проявляемся в этой реальности, полностью отражает нас. И мы в этой реальности играем. Смерти как таковой нет. Мы перетекаем в следующую жизнь, в следующую, в следующую. Какой будет ваша жизнь? Казалось бы, так там же не я буду играть. Это вам кажется, что не вы. Потому что, если вы отбросите вот просто зайдете в себя и сбросите из себя иллюзию физического тела, иллюзию личности, привязку к личности, иллюзию вот этих декораций проявленных, все равно вот это я, оно остается. И оно остается одно у всех. Да, единое. Оно единое. И оно все равно будет проявляться. Вопрос, как оно будет проявляться? Будет оно проявляться в счастье и в радости, или оно будет проявляться через боль, через страдания? Это выбор человека. И чем более человек осознан, тем больше все-таки шансов, что он выберет счастье. Потому что боль не выводит человека в осознанность. Как бы это ни звучало, но в глубинах это стало очевидным. Боль никогда не служит осознанности. Боль служит изменению направления движения. Автомата. Автомата, да. Но человек продолжает оставаться автоматом. В моменте здесь и сейчас он забывает остановиться и сказать, стоп, 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 а что я делаю? А зачем я это делаю? Ключевой вопрос, зачем? И при этом такое количество подмен невероятных, когда человек задается, ну вот сколько мы встречали, человек там сидит на буддистских практиках, еще на каких-то погружениях, молитвах и так далее, и при этом все засыпает глубже, 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 это не служит пробуждению. Подмена. То есть подмена вынас ответственности зачастую красивые слова, зачастую даже умные слова. А внутри пустота, вот эта, которая все больше размывает индивидуальность. А индивидуальность наоборот надо собрать. То есть обратный процесс. То есть вот эти вот парадоксы, они на самом деле очень сложны. Я, кстати, даже картинку для иллюстрации поставила. Вот момент, казалось бы, вот два тетрайдера работают, вот информационный носитель, вот все просто, да, вот казалось бы просто. Мы до сих пор еще осознаем эту работу и запись информации, как правильно, куда включить какую информацию. И потом взяла и картинку, где одновременно вся система работает. А она выглядит как хаос. Вот полный хаос, да. Но на самом деле этот хаос самый упорядоченный из того, что можно предположить, да. И вот это все интересно. Это все законы парадокса. И это все составляющие части нашего внутреннего мира. Представляете, насколько богат внутренний мир, который содержит весь внешний, и плюс все то, что есть там, которое отразит вот этот внешний мир. Богат и интересен. И интересен. И с этим можно работать осознанно. Где-то можно вносить изменения, где-то можно взаимодействовать с самим же собой. Где-то осознанно отражаться тем или иным персонажем. А еще вот оставим специально на другой подкаст рассказ про силовую часть человека. Это вообще увлекательнейшее путешествие. Тоже в глубина психики. Вот. И это вообще супер. И именно благодаря нашим вот этим путешествиям шизоидным. Шизоидным. Читайте их как художественную литературу. Если вам тяжело воспринимать, что это на реальных событиях все написано, то читайте как художественное. И вы просто плавно войдете туда, где вы поймете, осознаете, что шизоидное оно далеко не шизоидное. Есть одна структура в теле человека, которая никогда не даст вам соврать самому себе. И которая всегда отразит, что истинно, что не истинно. Это сердце. Вот люди, кто начинают читать наши книги, они сразу знают, что реагирует сердце. То есть все может отключиться. Ум может барабанить. Господи, какая чушь. Мне это не интересно. Мне это интересно. Здесь вот это, вот это, вот это. Но именно сердце говорит да, да, да. Это об этом, об этом, об этом. Кстати, сердцу тоже надо отдельную роль. Видите, это очень интересная структура в человеческом теле. Но в то же самое время у него очень большая роль в психическом мире человека. И в инкарнационном цикле и так далее. Итак, друзья, если вам интересен инфодайвинг, читаем книги, интересуемся, задаем вопросы. Присылайте вопросы на видео, мы на них ответим. Если вы стесняетесь выставить лицо, можете, конечно, написать. Мы тоже ответим на ваши вопросы. До встречи, друзья. До встречи.